Селение Аргвани, что в Гумбетовском районе, составились конные скачки в честь мамы Шамиля. Ровно 220 лет назад родился великий предводитель Дагестана и Чечни. Отметить эту дату приехали 2000 человек со всей республики, в том числе чиновники, спортсмены и религиозные деятели. Как прошел этот день, расскажет Хамзанур Магомедов. Село Аргвани известно своими выходцами не только в Дагестане, но и далеко за его пределами. Именно в этом ауле произошла страшная битва сторонников имама Шамиля против царской армии. Ни до, ни после такого войска имам Шамиль уже не смог собрать. Имам Шамиль считал эту крепость ключом Кахульго. Здесь полегли тысячи воинов, сотни аргваницких героев. Потомки помнят подвиги отважных горцев. Некогда уничтожен аул сегодня вновь расцветает. На плата Гацакари проходят историко-культурные и спортивно-массовые мероприятия. Такие мероприятия объединяют нас всех. Из соседних республик приехали тоже гости, привезли лошадей, участвуют. Поэтому сегодня праздник. Мы рады гостям, тех, кто нас поддержал. Всем тем, кто поддерживает такие мероприятия. И в дальнейшем хотим сделать, чтобы такие мероприятия были традиционными. Праздничная программа началась с чтения сур священного Корана. По художественному сценарию имам Шамиль с муртазеками прибыл на маджлист на горцующих лошадях и выступил с обращением к людям. Пусть не зайдет благодать Всевышнего на вас. Я вижу, что вы на истинном пути Господа. В тот день, когда будут призывать вас к помощи, отзовитесь. Очевидно, вы любите родной край. Вы воспитали сыновей чистыми мусульманами и вырастили их крепкими, как орлы. После красочного открытия все внимание приковано к предстоящим скачкам. Всего три заезда. Участвуют около 40 голов из Дагестана и Чечни. Призовой фонд – 220 тысяч рублей. Последние приготовления завершены. Гонка начинается. Сейчас мы узнаем, кто ведет скачку, кто второй, кто третий. Первый заезд на 1600 метров. Лошади стартанули резво. Порода – английская, чистокровная. В этой гонке уверенно стартануя, одержал победу жеребец и селение Игали Гумбетовского района. Второе место у Чеченской республики. Бехан. И третий лошадь частного владельца Расула Альжанова. После 10-минутного перерыва в погоне ринулись еще шесть голов. Перед последним поворотом лошадь по кличке Адриана нагнала своего соперника. В упорной борьбе перед финишной прямой она вышла вперед и одержала победу. Игалинцы празднуют второй трофей. Открывается вперед и выигрывает. Пока лошади и жакей готовятся к третьему забегу, зрители соревнуются в спортивных играх. Стрельба из лука, прыжки в длину, ну и, конечно же, перетягивание каната. Все готово к заезду зрителей в предвкушении зрелищной борьбы. И вот дан старт. Жакей экономит силы, дистанция велика – 3600 метров. К последнему, третьему кругу лошади набирают обороты, не жалея себя. Последний забег, дистанция – 3600 метров. Конец выходит на финишную прямую. Сейчас мы узнаем имя победителя. Им стал Джабрий Высаев, жеребец по кличке Гастон, из села Гагатли Ботляхского района. Второе место заняли аргванинцы, третье досталось Чеченской республике. Как проходила скачка, за счет чего удалось победить? Ну, с места они пошли резвее. У меня был чуть-чуть запас. Вот я в последнем круге финиш, помой, бросок сделал, выиграл так. Всех победителей и призеров чиновники поздравили и наградили ценными призами. Я желаю нашим, особенно горцам, единства. Чтобы они вокруг наших идеалов объединялись. Чтобы они объединялись вокруг хороших мероприятий. Я считаю, сегодняшнее мероприятие тоже, оно укрепляет братство. Сотни болельщиков остались довольны увиденным. Они высоко оценили уровень организации спортивного фестиваля. Люди, конечно, они интересованы в такие стачи, и участие принимают много. Лошадей в этом году вообще три круга пошли, только сколько лошадей было. Ну, такого мероприятия раньше не было. Сейчас организованно, хорошо прошли. Мы очень довольны, конечно, с этим организацией. Люди всего района приняли такое активное участие. Это зиярят, это место, священное место. Значит, здесь огромное количество людей. Всё прошло организованно, хорошо. В этот солнечный день у детей и взрослых на лице играла широкая улыбка. Народный праздник удался на славу. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Гумбетовский район.